Свияжск. Уникальный памятник культуры и архитектуры, который хоть раз, но должен посетить каждый. Да и скорее всего вы там были. Но знаете ли вы, что возле знаменитого острова на высоком берегу Волги, расположился не менее интересный Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь, история которого полна тайн и загадок. Это место не так популярно среди туристов, что неудивительно. Добраться сюда трудно, особенно в дождливую погоду, когда единственная дорога становится полностью размыта. Но, едва оказавшись там, атмосфера окруженного лесом монастыря окутает вас тишиной и умиротворением, а пытливый ум захочет узнать, когда и почему именно здесь появился этот уголок спокойствия. Монастырь был назван в честь его основателя, Макария Желтоводского, чей памятник украшает территорию напротив входа. По преданию, история этого места начинается в 1439 году, когда войско хана Золотой Орды Улу Махмета напали на обитель Пресвятой Троицы, основанную преподобным Макарием у Желтого озера. Сейчас монастырь относится к Лысковскому району Нижегородской области, а озеро Желтое стало частью Волги. Обитель была сожжена, живущая в ней братья была уничтожена, а Макарий, которому тогда было уже 90 лет, взят в плен. Но когда казанский хан узнал об этом, то поступил согласно Корану, где сказано, всякий исполняющий волю Бога, пусть даже он не мусульманин, достоин названия праведника. И велел отпустить монаха. Макарий отказался уходить один и попросил отпустить других пленников. Хан согласился, но с одним условием. Им нужно было покинуть территорию ханства. Монах принял его, но попросил хана дать ему возможность похоронить всех убитых в обители. Улу Махмед был удивлен этой просьбе и ответил, «Вот Божий человек, он заботится не только о живых, но и мертвых. Иди с миром и поступай с живыми и мертвыми, как хочешь». Примечательно, что день освобождения монаха совпал с праздником Вознесения Господня. Возможно, это было не просто совпадение. За все время путники останавливались лишь один раз на берегу реки Свияги, где отдыхали три дня. Здесь же Макарий поставил памятный благодарственный крест и завещал основать здесь обитель во славу Вознесения Господня, как только эта земля станет христианской. Монах сделал то, что должен был. Вернулся на место обители Пресвятой Троицы и похоронил погибших братьев. После, чтобы избежать опасности, он отправился дальше и в 15 верстах от города Унжа обустроил себе келью, которая стала местом притяжения паломников. Так, здесь появилась новая обитель – Унженский монастырь, в котором Макарий и жил до 1444 года, пока не умер. Исполнить завет Макария выпало на долю схемонаха Исаии и стало возможным только после взятия Казани Иваном Грозным. К этому моменту Макарий уже был причислен к лику святых. Исаия же пришел на берег Свияги из той самой Унженской обители. Первым сооружением на месте будущего монастыря стала деревянная церковь Вознесения, впоследствии перестроенная в каменную. Забегая вперед, стоит отметить, что итоговый архитектурный ансамбль выглядит единым в силу довольно быстрого расширения монастыря. Все его элементы были возведены в короткий период – с 1651 по 1667 год. На долю монастыря выпало немало испытаний. В век правления Екатерины II он был превращен в обычную приходскую Вознесенскую церковь, а все прилегающие строения были приписаны к Успенскому монастырю, что дало все основания называть монастырь обычным подворьем. Разумеется, при таком положении дел обитель стала приходить в запустение. Это продолжалось, пока на престол не взошел Павел I и не посетил монастырь во время прогулки по Волге. Император повелел навести порядок и восстановить обитель. Таким образом, святое место вошло в Казанскую епархию. Однако потом монастырь дважды горел, а вместе с ним и бесценные приметы времени и библиотека. Сегодняшний вид начал формироваться в 1830 году. 20 век тоже был не очень благосклонен к обители. С 1936 по 1986 год здесь располагался туберкулезный санаторий для детей. Несмотря на благую миссию, убранство монастыря в этот период сильно пострадало. После закрытия санатория монастырь 10 лет был заброшен. Полноценная деятельность монастыря и службы возобновились в 1996 году и продолжаются по сей день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...